Солнце светит ярко и за окном долгожданный плюс. Весна. У школьников каникулы, коридоры кабинеты опустили, не звенит звонок. Учителя тоже решили не ютиться в четырех стенах и отправились покорять спортивные вершины. Сегодня в Бобруйске и Спартакеаде среди педагогов традиционная. Первый этап принимает 21-я школа. В программе два вида – стрельба из пневматического оружия и дартс. Исключительно меткие соревнования. В них принимают участие только сильнейшие от каждой из школ. Предшествовали в Спартакеаде внутренние турниры. Там и отбирали лучших на город. На Спартакеаде заявилось 38 учреждений образования. Это школы, это дошкольные учреждения, это учреждения дополнительного специального образования. И это примерно где-то до 200 участников, где-то 180 участников. Ну, программа достаточно обширная. Стреляют и девочки, и мальчики. И только лишь в плавании есть возрастные ограничения. Это до 35 лет и старше 35 лет. Что касаемо плавания, то педагоги бороздили водные просторы в 34-й школе. Дистанция 50 метров для женщин, у мужчин 100. У многих после заплова даже сил не было выбраться с дорожки, зато переполняло чувство выполненного долга. Ну как, тяжело было? Тяжело. Ну а все-таки главное – участие или победа? Участие. Участие. А что про соперников скажете? Достойные. Сильные. Городская спартакиада – турнир отборочный, но уже на областные соревнования. Нам сегодня удалось втиснуться между периодами пандемии и провести все-таки спорт, потому что прошлый год был совсем, скажем так, не спортивный в этом плане. Все мероприятия были свернуты. Очередная спартакиада – это уже история. В следующем году организаторы обещают насытить соревновательную программу новыми видами спорта. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.